50 лет в понедельник исполняется Фариду Бекчентаеву. Актер и режиссер он целая эпоха в татарском искусстве. В творческой копилке более 30 постановок в разных театрах республики. Друзья, ученики, коллеги будут поздравлять мастера в среду на юбилейном вечере в его честь. Маргарита Петрова решила не ждать и встретилась с именинником уже в этот субботний вечер. Кокольная свадьба, запоздалое лето, голубая шаль. Продолжать можно еще долго, уже несколько десятилетий. Имя Фариду Бекчентаеву ассоциируется с театром Камала. Впервые в этот храм Мельпомена он попал еще маленьким мальчиком. Сын знаменитых родителей, актрисы Найли Гараевой и режиссера Равката Бекчентаева. Он научил уважать эту фамилию еще больше. В наушниках концерты с Хельсинки, Дизи Гелеспи и Сандавали, а велосипед – обычное средство передвижения. Только видя сына Ряда, можно поверить с трудом. В понедельник ему исполняется 50. Раз в неделю, говорит Фарид Бекчентаев, старается выезжать за город. Копается, сажает. Он сам уже с детства катается на горных лыжах. И где-то в 12 лет он меня тоже как-то повел на горы. Я вот тоже увлекся этим спортом. Увлекся и любимой музыкой отца – джазом и театром. Собственно, и Фарид Бекчентаев эту любовь к Мельпомене перенял от своего папы. Родился, конечно, не в театре, улыбается. Обмывали здесь, тогда еще в здании на Горьково, ныне в Тимчуринском. Но и с этой площадью связаны воспоминания детства. Вот здесь вот. Вот здесь вот прямо тогда этого здания не было, театра Камала. Здесь почему-то так было, я помню, пустына была, какое-то такое было кафе. Я помню, был очень маленьким. И с отцом сюда, отец сюда приходил, встречался с друзьями. Я помню этот Берри Кабана. Я очень хорошо помню, как он меня учил запускать, как они называются, телепешки. А впервые на сцену он вышел в пятом классе. Это одна из самых ранних записей, сохранившихся в нашем архиве. Телефильм «Бес Ките Бесес Каласас» с участием еще актера Фариды Бекчентаева. В театре Камала Фарид Бекчентаев работает с 1989 года. Но даже спустя десятилетия, говорит, каждый раз приступать к новой работе страшно. Ничего не перебарывается, с таким же волнением, с пересохшим в горло, заходишь на первую репетицию, на первую читку. Ответственность она всегда. Я помню и Марсель Хаким Салимжанов, я тогда как-то не понимал. Он все время говорит, вот как мне уже 60 лет, завтра начинает репетицию, а я волнуюсь. Кстати, Бекчентаеву от Салимжанова по наследству перешел в стол. В этом году ровно 10 лет, как он сидит за ним в должности главного режиссера Камаловского театра. Один ящик до сих пор не открыт, ключ не подобрать. Мы уже его и трясли, пробовали, покачивали. Вроде ничего нет, загадка осталась. Загадками он обычно не увлекается. Объясняет, хотел глубже копнуть в профессию. Наверное, поэтому не остался только актером. Давно помогает молодым режиссерам обогащать язык национального театра и удивлять зрителей. Сам Фарид Бекчентаев сейчас работает над норвежской пьесой «Однажды летним днем». Режиссер выбрал малую сцену. Говорит, потянула туда. Как тянет в деревню или книгам, даже сын Юсуф свое имя получил от героя Томаса Мана, которого Бекчентаев читал, когда жена сообщила, что беременна. А в театре всех тянет в кабинет режиссера. Больше всего в людях Фарид Бекчентаев ценит искренность. Просто, говорят, в театре он сам такой. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, телеканал «Тетерстен», Новый Век.